Здравствуйте! В эфире Кубань-24, программа «Факты-мнения». В марте в Москве состоится Всероссийская конференция МФЦ «Будущего. Актуальные вопросы и решения». Ожидается, что участниками встреч станут около 400 руководителей со всей России. Им предстоит обсудить ключевые направления деятельности МФЦ, поднятые Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию в марте прошлого года. Президент страны тогда отметил важность многофункциональных центров и сказал, что регионам России предстоит сделать еще очень многое в части модернизации этой системы государственных и муниципальных услуг. О работе этой структуры в нашем регионе поговорим с Валерием Середой, директором МФЦ «Предоставление государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». Валерий Валерьевич, здравствуйте! Я вас приветствую. Спасибо, что сегодня вы с нами. Насколько в целом востребованы услуги, предоставляемые сетью МФЦ в Краснодарском крае? Услуги мы как-то не оказываем. Мы являемся посредником, мы принимаем заявление у граждан и непосредственно уже услуги оказывает орган. Поэтому тут не то, что мы отказываемся. Наша ключевая задача это обеспечить комфортное пребывание, комфортные условия заявителю, гражданину, который приходит и обращается за той или иной услугой. Количество обратившихся из года в год только растет. Этот показатель, конечно, самый объективный о том, что люди знают, люди верят и люди идут к нам. Самая главная задача наша, она не только нами определена, она определена и на уровне Российской Федерации. Это удовлетворенность граждан. Это такое обширное и объемное понятие. Но оно на самом деле для нас первостепенно. И мы стремимся к тому, чтобы человек вышел, прежде всего, довольным от нас. Первый филиал или отделение МФЦ на Кубани где появилось и когда это было? Первое отделение не отделение, а был полноценный МФЦ. Первый был открыт в городе Новороссийске в 2009 году. Дальше... Девять лет назад, получается, уже, да? Девять лет назад. Да, к концу этого года будет уже десять лет юбилей. И дальше сеть только росла. Она на сегодняшний день у нас достаточно обширна. Одна из самых больших в России. Мы присутствуем в каждом районном центре. У нас на сегодняшний день существует 57 крупных офисов. Это офисом подразумевается МФЦ с пятью и более окнами. Помимо этого, у нас по краю Краснодарскому расположены 286 территориально обособленных структурных подразделений. Это небольшие окошки приема граждан. Где-то два, где-то одно, где-то три. Чаще это, чтобы обеспечить возможность доступа в труднодоступных, скажем так, населенных пунктах. Но получается, что первым МФЦ заработала в Новороссийске. Значит ли это, что там самый крупный филиал? Нет. Здесь хотелось бы, наверное, отметить, что до 2018 года МФЦ были прежде всего муниципальные учреждения, которые открывали муниципальное образование на свое усмотрение. И в 2018 году, с 1 января, было принято решение на уровне Краснодарского края о том, что мы теперь централизовались. Мы теперь одно юридическое лицо, большое учреждение с численностью более 2,5 тысяч сотрудников. Ну, о сотрудниках мы чуть позже поговорим. Все-таки крупные, наверное, в Крыму столицы. Теперь, да, это филиалы нашего учреждения. Самый крупный филиал, это, естественно, город Краснодар, в котором 6 отделов. Самый большой отдел, это у нас отдел центральный на Ливаневского расположении. А можно ли выделить все-таки популярную услугу, которую предоставляет МФЦ, и вообще, каков перечень на сегодняшний день? Перечень, он достаточно обширный. И более того, в зависимости от изменения нормативно-правовой базы, как на федеральном уровне, как на региональном, он меняется. Он растет, естественно, задача, наверное, максимально все услуги, чтобы оказывались в МФЦ, но он периодически где-то уменьшается, где-то увеличивается. На сегодняшний день у нас порядка 200 услуг государственных оказывается в МФЦ, принимается заявление. И более 10 тысяч муниципальных услуг. Самое востребованное, ну... Но есть же все-таки несколько направлений, может быть, не одно, а несколько. Ну, несколько направлений. Это самые востребованные услуги. Это, наверное, прежде всего регистрация права, тем более в нашем крае, который активно застраивается. Это услуги по регистрации по месту жительства, это услуги по выдаче водительских удостоверений. Ну, тут тоже те непосредственно услуги, с которыми мы сталкиваемся в жизни, в жизненных ситуациях, и заявители обращаются. Сейчас уже настолько избалованные люди, что по всем вопросам знают, что в МФЦ им точно помогут. Бывают ли какие-то странные, на ваш взгляд, обращения? Ну, они не странные. Вы здесь, наверное, правильно говорите. Все знают, что есть МФЦ. Это уже достижение, это уже показатель работы, что мы не зря существуем. Все знают, что в любом случае возникает какая-то жизненная ситуация, идут в МФЦ. Да, случаются странности, но это жизнь. С какой просьбой приходили? Да, с разными приходили просьбами проконсультироваться и рассказать, что сделать. Ну, то есть, с любой жизненной ситуацией. Ну, мы не то, что привыкли. Мы работаем все-таки в сфере обслуживания, в социальной сфере. И, да, прежде всего, мы ориентированы на заявителя. Поэтому, естественно, все специалисты обучены, универсальны. И они никогда никому не отказывают. Понятно, что все мы люди. Уже скоро 10 лет, как МФЦ существует на Кубани. И за это время сколько удалось принять, обслужить людей? Сколько человек? Ну, статистика показывает, что из года в год растет. Если взять последние три года, то в среднем где-то, наверное, миллион заявлений. Мы на миллион заявлений больше принимаем ежегодно. То есть, если за 2018 год мы приняли порядка 7 миллионов заявлений. А есть статистика, вот за день или за неделю, за месяц, сколько к вам приходят людей? Или все по-разному? Ну, здесь как бы мы больше считаем количество обращений. То есть, мы не считаем именно людей. Мы считаем обращения, потому что может быть не одна услуга, может быть несколько человек пришло. Вот, ну, в месяц, если даже взять сейчас январь, за январь 2019 года мы уже приняли более 500 тысяч обращений. Это нормально по сравнению с прошлыми сезонами? Или больше? Да, как бы пиковая нагрузка всегда разная. Сейчас начало года определенные услуги пользуются спросом, как говорится. Я знаю, что у вас даже по сезонам как-то делится, да, предоставление? Ну, у нас не делится, мы их принимаем заявителей. Ну, для себя вы как-то выделяете, да, пик активности людей? Конечно, да, но по сложившейся традиции. Ну, весной, летом, зимой. Ну, если привести пример, самая, наверное, пиковая ситуация у нас всегда случается, это с 15 апреля. Когда, особенно это касается города Краснодара, когда популярной в этот момент становится услуга по постановке на зачисление в детские. Сады, соответственно, все идут. И хотелось бы здесь, наверное, акцентировать еще раз внимание. Я в прошлом году уже говорил об этом, что услуга приема заявлений... Не надо создавать ажиотаж, да? Не надо создавать ажиотаж, он создается искусственно, потому что услуга приема заявлений на эту услугу, он продолжается в течение двух месяцев. И можно спокойно прийти, да, подать заявление, потому что определяются, как первый, кто будет зачислен, не потому, кто первый пришел и написал заявление. То есть живая очередь такая, да? Ну, там много факторов. Это, наверное, как бы муниципальное образование более подробно сможет там рассказать, да. Но там факторы другие влияют. Это и постановка в очередь, и это и какие-то, наверное, социальные льготные категории граждан. Но если мы об очереди заговорили, сколько максимальное время, которое человек проводит в очереди в МФЦ сейчас? И как, что делается, чтобы сократить это время? Ну, сделать мы здесь можем, как бы наша ежедневная работа, чтобы сократить это время, да. Это оптимизация непосредственно процесса, связанных с приемом заявителя. Это улучшение условий, это улучшение, наверное, инфраструктурной нашей составляющей, в том числе, если это современная техника, если это, ну, в принципе, комфортная среда для работы. Ну, норматив, он у нас установлен на федеральном уровне, это 15 минут, но мы прекрасно понимаем, да, что мы его выдерживаем, на самом деле, если взять среднее время. Ну, бывает и быстрее же, правильно? 15 минут, это, да, естественно, кто-то минуту где-то, поэтому среднее время считается, оно у нас порядка 7 минут. А что касается, как я уже говорил, есть пиковые нагрузки, они действительно есть, мы понимаем, когда в определенные часы искапливается больше людей, и в определенную сезонность, там, когда какая-то услуга, если это помимо детских садов, это есть, наверное, там, в том числе у нас, мы принимаем заявление, это, там, субсидии выдают, там, Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, естественно, там, чуть ажиотаж увеличивается. Ну, вы говорите, в частности, чтобы сократить очереди, идет модернизация, да? У нас... Вы там, как помогает департамент информатизации под ДГИДой, который у вас существует? Ну, мы одно целое, я скажу, наверное, так, это наш учредитель, это наш куратор, это наш контролер, поэтому, собственно, они и ставят задачи, и они и спрашивают за них. Поэтому мы работаем вместе, в полном контакте, и мы решаем вместе эти задачи, то есть они, как орган власти, нам помогают где-то на организационном уровне, и мы уже непосредственно руки, которые выполняем эти функции. Ну, то, чтобы население понимало, что работа по модернизации, она всегда идет, об этом думают. Она не заканчивается, сейчас у нас где-то, наверное, 2018 год был сложный с точки зрения того, что это была модернизация, в принципе, и на уровне правовой формы, и на уровне коллективы переходили, стали мы одним большим коллективом, весь год была проведена как раз и велась, и продолжается вести работа по созданию этого коллектива, чтобы все понимали, что они теперь не отдельно разрозненные подразделения, а единый коллектив, который идет к единой цели. В том числе же задачи централизации. Для чего это? Для того, чтобы, если это раньше муниципалитет, он сам по себе независим, да, и каждый делал так, как он считает нужным, как он себе это видел. Никто не говорит, что это было плохо, да, но одна из главных задач, которая стоит сегодня перед нами, мы ее пытаемся успешно решить, это приведение все к одним стандартам, к одним организационным каким-то процессам, логистическим, и большие шаги уже сделаны, плюс идет большая работа по модернизации, собственно, всего составляющего. То есть, начиная мы, для примера могу сказать, что и там были районы, где у нас в принципе не было автомобилей, которые развозили документы в органе власти, то есть это непосредственно курьерская доставка, которая и от этого тоже зависит, и сроки, быстрота, вовремя попадет документ в орган, быстрее он начнет процесс предоставления самой услуги. Вот мы в 17 районах поменяли машины, либо в 9, где их вообще не было, собственно... Они появились, да? Они появились, да. Вы говорите о большом коллективе, больше 2000 человек, по-моему, да, работают во всех филиалах. Как удается контролировать работу такого количества сотрудников? Да, здесь нужно отдать должное непосредственно руководителям филиалов. Они все остались, они все в процессе централизации перешли из муниципальных учреждений. Это, ну, 95, наверное, процентов, это масса людей, которые стояли у истоков создания МФЦ на территории Краснодарского края. Поэтому не их учить, они знают, они создавали эти коллективы, они создавали МФЦ, и как бы здесь им большое спасибо, что... Продолжают сохранять это, да? Они это все не то, что сохраняют, они это приумножают, и мы вместе идем. Завершающий вопрос быстро вам задам. Что еще, какие изменения положительные ожидают всех нас в этом году в МФЦ? В этом году в МФЦ в самое ближайшее время мы начнем предоставлять услугу по выдаче загранпаспорта нового образца. Это будет в шести муниципальных образованиях по одному офису. Дальше в этом году стоит перед нами задача, это здесь же по этой же услуге, это криптокабины так называемые, которые будут тоже у нас установлены непосредственно в офисах нового функциональных центров, где сразу можно будет выполнить не только заявление подать, но и снять биометрические показатели. И я думаю, такая задача перед нами стоит, и мы ее решим, что в одних из первых у нас в крае появится такая кабина. Давайте поставим точку. Спасибо, это были «Факты мнения». До встречи.